Сейчас Виктор Яковенко находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Но от общения с прессой медики по понятным причинам его ограничивают. Глава Самары Олег Фурсов, навестивший больного, заявляет, это преступление не должно оставаться безнаказанным. Это человек моей команды, еще раз подчеркну, я его приглашал на работу. Достаточно эффективно работал в этой должности. Но вот происшедшее, можно назвать чудовищным преступлением, я уверен, что оно будет обязательно расследовано. И люди понесут наказание за службу. Виктор Яковенко занял должность заместителя руководителя муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» в августе этого года. Напомним, что около года назад губернатор Николай Меркушкин в своем ежегодном послании поставил задачу навести порядок в сфере ритуальных услуг Самары. Уголовное дело уже расследуют, силовики уверены, судя по характеру нанесенных травм, нападавших на Яковенко было несколько. По характеру полученных травм нападавших было несколько человек. И, скорее всего, если это в ходе следствия будет доказано, соответственно, будет переквалифицировано на более тяжкую статью. И по статье 111 вообще санкции достаточно серьезные, и до 10 лет лишения свободы могут получить нападавшие. Пострадавший пришел в сознание, хотя пока отвечать на вопросы не может. Основная версия, которую выдвигает следствие, это нападение в связи с профессиональной деятельностью. Телекомпания «Самара ГИС» будет следить за развитием событий. Олег Зверев, Алина Чемерес, Станислав Левин. События.